В Мамонтовске? В Мамонтовске. Слушаем. Игнат Петрович, тут у вас происшествие произошло? Не понял. Происшествие произошло? Какое происшествие? Вчера. Ну, произошло. Вышел Володя. В 4 часа собака залаяли. Ну, они тут по деревне. Даже не первый раз. В прошлом году мы прям захватили его здесь. 300 литров горючего слили. Там с машины детали. Ты это уже не третий, наверное, раз. А этих-то было четверо. Можно съемку, пожалуйста, прекратить? Я являюсь сотрудником оперативной службы. Нет, тут у нас снимается все. Не надо. Это наша территория. Наши разговоры не будет просто. Мы все снимаем. Поэтому везде надпись есть. Значит, что? Они накануне там их с крышу видали. Они сразу развернулись. Поехали на машине, они уже скрылись. Их было четверо. А у вас, извините, у местных жителей имеется у кого автомобиль Нива? Что имеется? Нива, автомобиль Нива. Нива, я даже не знаю. По-моему, может быть, только у Барабаша. Не знаю, работает она или нет у него. Беленькая такая стоит. Я в машинах не разбираюсь, не знаю. А я насколько знаю, у вас есть устав, да, имеется ваш? Какой? Ну, вашей общины. Обязательно. Деревенский устав. Деревенский. А можно посмотреть его? Я просто являюсь сотрудником, который курирует линию направления экстремизм-терроризм. Он в отделе юстиции краевом находится. Поэтому... Нет, но мне здесь у вас... Ну, здесь у нас нету. Я не знаю. Вот у нас, когда лагерь был, тогда в лагере он висел. В рамке. Ну, ну, ну. Ну, там все написано. Там не разливать горючее, не курить на территории, там и проще. А можно узнать, а кто этот устав разрабатывал? Как? Кто разрабатывал? Вы лично? Ну, как лично? Доллар есть, говорит, а теперь определяет, кто автор. Ну, да. Кто-то разрабатывал, кто-то утверждал, собрание, в общем. А больше у вас документов никаких нет, на руках не имеется? Вот именно в вашей деревне общины? У меня... Зачем мне документы? Я дома нахожусь. У меня какие документы? Нет, ну... Может, что-то есть, что именно связано? Вы кого ищите это? Преступников или чтобы верующих пошевелить? Нет, ну почему, как бы, я приехал познакомиться с вами... Познакомиться. Так давайте знакомиться с другой стороны. Вы этих людей знаете. Вот ваш приезжает неоднократно уже... Проще. Создается впечатление такое, что это одна шайка-лейка. Уголовный розыск и преступники. Почему? Это у людей. Уже в интернете все говорят, кто к вам приезжает. Вы послушайте, как они говорят. Мы его задержали. Это рисковое дело. Гнались за ним. Кое-как он по полям остановился. У него и фляга, и все уже здесь. Нет, ну там... Дальше что? Там материал... Документы у него изъяли. Даем это милиционеру? А не надо. Даем его телефон от него? Не надо. Как не надо? Как там все данные? Там заявление же написано. Материал приняли. Его зарегистрировали. Ведется проверка. Да. Решение будет процессуальное. Принято как бы... Они сколько воруют? Все в рамках действующего закона. Как бы... Речь идет о преступлениях, не о нас. А то преступников нельзя задерживать. А я знаете, с милицией очень тесно связан. После технику я направлен в ВВД. Строго режимом лагеря Кришкина я работал. И после этого еще 17 лет сотрудничал с тюрьмой. То есть мне эта система известна. Люди разные. Вот нынче на нас вот приезжала полиция. Они нам никакого зла не сделали. Они просто приезжали и все. Нет, ну как бы и мы приехали. У нас хорошие отношения. Видите, тоже как бы с вами познакомиться, коль вы здесь являетесь старшим в общине, что... Если можете, телефончик контактный, я бы свой вам оставил, вы бы мне свой. Возможно у нас такое? Денис, дай, пожалуйста. Чтобы какие-то вопросы, проблемы... Вот смотрите. У вас визиточка есть? Телефон такой. У нас очень большой видеоканал. На обратной стороне посмотрите сайт, форум, ютуб. Сейчас вам тоже... Вам дать такое? Да. Давай здесь. Вы там себя увидите. На стороне. Я себя. Обязательно. Потому что все выскажем. А можно вопрос, а для чего вы выкладываете? Еще один. Понимаете, здесь ютуб, сайт, огромный сайт. Ваш телефон какой? Это на... Мой телефон главный. Возьмите. Вот здесь мой мобиль... Это... Стационар барнаульский, а это мобильный, на котором есть... Это мой вот телефон. Все. А это два телефона, которые секретарь работает там... Ваш это сотовый, да? Вот этот? Вот этот первый. Вот этот внизу 230-70-60. Это ваш сотовый. А вот это барнаульский стационарный. Все понятно. Все хорошо. И там телефоны еще, кто работает на нашем ютубе, на канале, в моем. У нас очень большая система. Все ясно. Все ясно. Там 50... Просто, может, у вас какие-то к нам вопросы, жалобы, предложения есть? Ну, вопросы одни, что мне непонятно, что вы пояснили. Почему, когда преступника задерживают, это я просто связан с этим и сам считал, интересовался. Почему так? Вот нормы какие-то ему. Он вор пойман. Как говорит, вор должен сидеть. Почему? С ним как с другом разговаривают. Я-то ему о Боге рассказал успел. Поувещевал его, говорил. А здесь приезжает, ничего нет. Смотрим, через день он гуляет, тут ходит опять. Нет, ну это видите, как бы у нас есть такая презумпция невиновности. Вина будет доказана, и суд примет решение, какое наказание ему понести. Он сам сознался. Да, считай, что он. Он сознался. А когда вы подъехали, нет. Моих отпечатков нету. Нет. Будет уголовное дело приниматься, решение о возбуждении. Будет расследование, проверка. Ну, вы согласитесь, что это рисково. Четыре мужика и гнаться за ними. Ну, как бы да. Это да, это четыре часа ночи. А сколько вещей-то воровали, сколько муки увезли. Вот выставили только баллоны. Баллоны нету. Батюшка выставил канистру только хотел ехать. Канистру с бензином смелее. Мы понимаем, что потеряевка портит вам статистику. Я знаю это. А чем она может нам портить? Потому что представьте, небольшое село, раз, два. Ну как же вы работаете, друзья? Вот приехал Шерим в Америке, но это редкость. Его спрашивают там в министерстве. И говорят, какая раскрываемость? Он говорит, сто процентов. Он говорит, мы это единственное. У других там по процентам. Как работают? Во-первых, внедряют. А во-вторых, подсчет. И они ему не дают, после как захватили, чтобы он отдельно шел в туалет. И там разговаривал с домашним. Он уезжает, он уже сказал, если дам сигнал, вы знаете, сразу звоните в полицию. То есть они теперь в роли нападающего. Они уже знают. А поскорее там все алюминиевые детали, все. Сколько на улыбку? Все столбы обезоружили. Сколько всего воруют-то? Страна воров. Это никогда этого не было у русского народа. Почему? Безбожие. Бога не верят, поэтому... Все, я вас понял, Агнат Тихонович. Ну все, тогда, если какие-то вопросы, можно вам звонить. Мы можем позвонить. Потому что мы не чужие. Еще раз говорю, я с МД очень тесно связан. Все хорошо. О самой юности. И у нас вот спрашивается сейчас, даже я был в Америке, много ездил, выступал там. Францисс, Вашингтон, там «Голос Америки». Я спрашиваю, как вам КГБ помешало? Я освободил 187 только. Помилован и реабилитирован. Реабилитация только в 92-м наступит. Я говорю, никак. Они меня сделали только известным. Ко мне было отношение иное, чем к другим. Меня не избивали. Но и письма считать только в политотделе. А он там на меня ходатайствует за меня. В сейфе потом получите. Ну и правда. У меня хорошие воспоминания остались. Начальник тюрьмы, какой был, умер по-христиански. Следователь принял крещение. То есть, мне есть что вспомнить. Какие хорошие люди у Бога. И когда говорят, что в вашей жизни самое важное. Я говорю, я узнал, как много у Бога людей хороших. И они почему-то мне встретились. И приняли участие в том деле, в котором я занимаюсь. Вот я захожу, сидят четыре генерала. Не просто генерал-лейтенант Параскун. Генерал-майор. Генерал-майор. Это прокурор края. Вы знаете. Который ушел. До этого был. Кощергина. Теперь этот. Пашков. Генерал-майор. Баварин. Бывший там. Губернатор. А мы сейчас только разговаривали о вас. Я говорю, как так? Я попал на день рождения. Не знаю. Генерал-лейтенант этот. Юстиции. Проценко. А вы, говорит, такой счастливый человек. Которого мы не встречали. Почему? Вы делаете то, что вам нравится. А я сижу. Занимаюсь этим. Мне уже все это вот так обрыгнуло. Все понятно. Ясно. Ну ладно. Мы поедем. Богом. Если что. Телефончик есть. Будем с вами. У нас ничего нет. Будьте внимательны. Потому что мы-то не сторонние. Мы все. Мы хотим жить нормально. По этому материалу будет проведена проверка. Дана оценка в рамках действующего. Понимаете. Нынче что как было с лагерем? Нападают. Я знаю, кто инициировал. И мы знали это 7 января уже. Это в Москве было. И нам прислали. Как там было. Роснадзор. Любыми путями натравить на нас. Дворкин Александр Леонидович. Это называется главный секторец. А сейчас по всей стране везде идет разоблачение. Шарлатан. Он никакой не профессор. Он обманщик. Весь эфир напомнил им. А инициировали. Как закрыть лагерь. В 98-м 15 комиссии до этого месяца было. Краевых. Закрыли? Нет, не закрыли. Я вернулся. Подал в суд. Три процесса выиграл. Все опубликовали. ГТРК и все остальное. А дальше начался разгром. Главное, кто писал, нашли убитым почему-то. Кто инициировал, тут же умер. У меня в краевой прокуратуре, а у меня близкие отношения с прокурором в крае были. А то что, говорю, делается? Я говорю, мы молимся, чтобы Господь нас защитил. Мы молимся. Господь, дай нам жить мирно. Это наша страна, наши люди. Я 45 лет занимался с детьми. Тысячи детей. Ни одного рубля государство не дало. Вот вы сейчас увидите, вот он стоит. Это мой родственник. Его сын где? В президентском полку. Второй дивизии Дзержинского. Наши люди почти все с красными дипломами. Нам есть что показать. Все служили армии, все служили армии, все служили армии. Горячие точки надо будет. Пожалуйста. Шесть ты на вере. Орлы. Есть. Ну ладно, поедем дальше. Всего доброго. До свидания. Называется как вы? Александр Викторович. Здравствуйте. Помоги вас. До свидания. Счастливо. Нам-то ведь не надо, чтобы он садись. Но чтобы он нормально жил. Ну не зря я вам все говорю, у нас отец инвалид войны. Руки вот так не было. Десять детей. Он наказал. Будешь воровать? Или играть карту? Башкот шибу. Мы боялись и ни один не попал. А я говорю, ты такой лоб здоровый. У кого берешься? Ты посмотри на нас. Ну да. Ну я столько себя. С Богом. А? То есть, начальник уголовного роза. О! О! А ты откуда? Я даже не думал, Володя. Я думал, Володя снимают. Даже я ее внимания не обращаю. Мы на работе вот везли сейчас заходим. Начальник уголовного роза. Мамонтова. Они приехали по... Это... Вчера задержали вора. А куда они поехали? По дворам. Ну и не знаю. Может быть за... Да. Объезжают в лужу, может быть. Пришел познакомиться. Я говорю, у вас какие-то требования? Я говорю, мне удивительно. Вот люди смотрят. Я говорю, мы ролики выставляем. Тоже против снимать. Я говорю, у нас все снимается. Это моя территория. И вы мне зачем указываете? Он сразу согласился. А нет, я говорю, я с вами разговаривать не буду. Я говорю, что получается? Вы одна шайка-лейка с преступниками. Мы его задержали. А вы нас же упрекаете. Сейчас допрашиваете меня, как будто я виноват. Какие вам документы? Я дома нахожусь. Это моя земля, мой дом. И он больше не стал спрашивать. Какие еще документы на Потеряевку? Все в краевом отделе юстиции. Все зарегистрировано. А зачем ему документы? Не знаю. А как устав деревни где-то посчитать? Я говорю, в краевом отделе юстиции. Устав там находится. Устав хороший. Нельзя курить, нельзя материться, воровать. А вы нас... Так он что, насчет воров это что-то или что? Ну, уклон такой. Меня начал допрашивать. Я говорю, вы кого пришли? Воров арестовывать или меня? Нет, нет, нет. Ничего. А воров-то они там взяли с некое показание? Да, мы будем заниматься ими. То есть, мы дали понять, что я буду обращаться в более высшие органы. Вами займусь. Почему? Мы задержали его, во-первых, с ворованным. Во-вторых, отняли у него документы. Телефон, там все адреса его. Вам отдали, а вон милиционер не берет, нам не положено брать. А кому я отдавать должен? Его отпускаете в туалет. Там десятки раз мог спустить, что не надо. Да какие же вы работники? Вы даже, как в Америке, мгновенно сейчас все связи, чтобы ни один не пикнул. Они уже знают. Они уже договариваются. Когда поехали воровать, я знаю их. Их, я здесь, вы трое впусты. Они трое мужиков спрятались. Они не работают. Дадим сигнал домой, вы сразу звоните в полицию. Мой сын ехал такой-то, его задержали эти попы. Так было. Так. А дальше? Ну а дальше скорее прячься весь алюминий, который наворовали. Пока вы приедете через три дня, там ничего нет, они чистенькие. А мы-то на месте. Вот я ему все высказал. Я говорю, нет-нет, мы займемся этим делом. Уголовное розыск. То есть я дал понять, что если вы не будете. Вчера еще сказал, не будете. Надо написать. Володе кто-то записать заявление и прямо отдать. Не ждать когда-нибудь. Написать заявление. Куда писать? Куда? В краевой УВД. В краевой УВД. Это пособеритесь и напишите. Я-то не деревенский. Ты почетный гражданин. Почетный гражданин. Но я-то главную вину беру. Расшевелили их. Я говорю, у меня с милицией связи еще после технику. У меня был в УВД направлен прорабом заключенного работы. Работал в тюрьме 17 лет. У меня хорошие отношения. Вот еще они оккупировали. Но они приходили только. Рук не выкручивали. Еще могу сказать. Мы за вас молимся. Александр Викторович Владимирович. Когда надо прийти. Надо жить. Деньги. Ну вы как? 16 сентября. Пока не могу сказать. Ну да. Я хочу. Ну знаете. Да. Децакий мне дал приглашение. Переходим в госпитальный формат. Сладят закрыли. Расформировали. Покупаем дома. И теперь приглашаем к себе. А занятия все там. Они ничего нам плохого не сделали. И мы просто через них нас Господь поднимает на другой этаж. То уже пройденный этап. А так дети будут ближе. Все. Пригнали. Ну с Богом. Ага. Ничего нету батюшка? Вот значит. Ничего нету оттуда? Нет. Ничего. Сам ты как? Подправляешь? Ну. Ну давай. Это только начал. Ну тут яблоки у нас если надо. Рвите. Да нет. Ладно. Поехали. Ты знаешь что вчера я всех бабок тебя возил? Экскурсия была. Ну я знаю. Говорили. И матушку свою возил всех. Соврал где мы работали. Три пруда. Чтобы они увидели за что молились. И как Бог все это сделал. Там Серафимова. Он все закончил уже. Уезжает? Он уезжать собирался. Но тут что-то случилось такое с ним. Он вдруг изменился в отношении. И говорит. Я говорит. Машину сейчас достану детали. Еще поработаю. Я говорю. Ну дня два. Люба была его там расшевелила. Улыбается. Навеличивает меня. А то все время как старобрядец. Я говорю. Дутый был. Все что-то недовольный такой. Давай я стараюсь перед ним. С Богом. Давай давай. Давай давай. Давай. Маленькой не посетил. Не посетил. Маленька не посетит